Коллекторов запретят, пестрят заголовки СМИ, поднимаются вопросы по жилью, которые банки охотно забирают за долги. МФУ теперь придется не сладко, и кредитные каникулы возможны на постоянной основе. Друзья, 2023 год только начался, а уже столько новых законов для должников. Всем привет, я Роман Родин, руководитель юридической компании «Делал время». Мы законно избавляем граждан от долгов уже более 8 лет. В этом видео я расскажу о новостях для должников, которые государство может выплатить в жизнь уже в этом году. Обязательно ставьте лайк авансом, подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, и давайте начнем. Кредитные каникулы. Раньше, если у человека были проблемы с выплатой кредита, то государство предусматривало возможность кредитных каникул. Это значит, что человек мог обратиться в банк, попросить временно не платить за кредит. И этот закон работал только во время коронавируса, и в 2022 году осенью. Потом же получить такую передышку от долгов смогли только мобилизованные и их семьи. Сейчас же государство хочет ввести кредитные каникулы для определенной категории граждан на постоянной основе. Данной возможностью смогут воспользоваться те граждане, чьи доходы снизились более чем на 30% по сравнению с прежним доходом. Ну, согласитесь, это уже кое-что. Также установят размеры потребительского кредита или займа. Для кредита, где залогом является автомобиль, лимит составит 1 миллион 600 тысяч рублей, а для остальных кредитов 450 тысяч рублей. Граждане, у которых кредиты не превышают эти размеры, могут обратиться в банк за оформлением кредитных каникул и не платить кредиты на срок до 6 месяцев. Это можно сделать только один раз за время действия договора. И что важно, в этот период не будут начисляться штрафы. Еще раз простыми словами, если залоговый автокредит до 1 миллиона 600 тысяч или иные кредиты до 450 тысяч, на кредитные каникулы вы можете подать. Вторая важная новость. Центральный банк просит до 2024 года принудительно не выселять должников из жилья, не начислять им пенниж, штрафы за просрочки. Вместо этого ЦБ предлагает банкам пересмотреть условия займов для клиентов и давать гражданам возможность самостоятельно выбраться из долгов. Ситуация в стране и так не очень. И прежде чем забирать жилье у должников, нужно дать им шанс поправить свою финансовую ситуацию. Также ЦБРФ считает условия выдачи кредитов россиянам не сладкими. А те, кто имеет собственные средства, выводит их за границу. Россияне перевели за границу 1 триллион 47 миллионов за период с июля по сентябрь 2022 года. А это в 26 раз больше показателя за аналогичный период 2021 года. То есть идет отток капитала. И можно только догадываться, друзья, к чему это приведет. Поэтому, если уже сейчас вы не можете платить кредит по ипотеке, не надо прятаться от банка. Обращайтесь, попробуйте договориться, изменить условия кредитного договора, снизить ежемесячный платеж. Ссылайтесь на то, что ЦБ рекомендует. Именно рекомендует пойти вам навстречу. Тут все зависит от вашей конкретной ситуации. С 1 июля 2023 года микрофинансовые организации не смогут начислять по новым займам сроком до 1 года больше 0,8% от суммы основного долга в день. А общая переплата, включая проценты комиссии штрафа и неустойки, не превысит 130% размера от займа. Напомню, что до этого ставки по краткосрочным судам достигали 1% в день. А максимальная переплата была, возможно, целых 150%. Неплохой такой, да, Навар, согласитесь? Друзья, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот сколько у вас микрозаймов. Интересно, кто сколько смог набрать. И поставьте, пожалуйста, лайк в поддержку нашего канала. Для нас это очень важно, а для вас займет всего лишь 2 секунды времени. Спасибо заранее. Для специальных микрозаймов до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней лимиты тоже поменяются. Со второго полугодия 2023 года МФС могут начислять не более 1% от выданного спецзайма в день. Напомню, что сейчас составляет 2%. Ну а предельная сумма процентов комиссии и так далее не будет выше 15%. Но сейчас начисляют до 30%. Друзья, но будьте бдительны. Рынок черного кредитования все-таки существует, где выдают микрозаймы под абсолютно конские проценты. Подумайте 100 раз перед тем, как брать микрозайм. А стоит ли оно того? Ну и переходим к самой яркой новости. Буквально на днях интернет взорвался от новости, что неужели. Теперь деятельность банков и МФО, которые работают с просроченной задолженностью граждан, будет контролироваться приставами. Ранее служба приставов занималась этим лишь в отношении профессиональных коллекторских агентств, состоящих в специальном реестре. Как это отразится на должниках? Если коллекторы вам угрожают, грубят, психологически давят, на таких коллекторов теперь можно жаловаться приставам. Ранее приставы могли наказать, оштрафовать лишь те агентства, которые находятся в реестре на сайте приставов. Теперь привлечь к ответственности смогут всех, кто выбивает долги с граждан. Не бойтесь обращаться за защитой прав, даже если у вас долги, даже если вы не в состоянии по ним платить. Это не повод угрожать вам и тем более вашим родственникам. Но если же вы устали от долгов, приставов, коллекторов, вам совсем нечем платить кредит, и вы хотите все-таки от них избавиться навсегда, и главное по закону, то запишитесь на бесплатную консультацию на наш рабочий WhatsApp по ссылке, которая под этим видео. Я с моей командой разберем именно вашу ситуацию и поможем избавиться от всех долгов навсегда и законно. У нас вы получите гарантию юридическую на списание долгов в договоре, а также рассрочку на срок до 12 месяцев. А после списания долгов приставы больше не будут взыскивать вашу зарплату, а коллекторы перестанут вам звонить, отправлять письма, смс. Весь этот ужас с долгами закончится. А с вами был я, Роман Родин. Желаю вам скорейшего избавления от всех ваших финансовых трудностей. Оставляйте обязательно ваши вопросы в комментариях. Я все комментарии читаю и на все ваши вопросы отвечаю. На этом у меня все. Всем пока.